здравствуйте сегодня мы продолжаем изучение разработки компилятора мы разрабатываем компиляторы языка abiron 7 вот и у нас есть значит вот файл с грамматикой пример программы файл с грамматикой грамматика у нас использует intel r4 эта программа и вот у нас командой строке мы спускаем make файл вот по идее должны написать тест а сейчас займемся тестом чтобы нам одно и то же по 10 раз не набивать тест это у нас тоже фоне target задача теста будет запустить наш компилятор пока еще не существующий это честеро слышим и файлы у нас фибоначчи беру мы видим здесь у нас куча ошибок но правда кроме того что мы видим здесь кучу ошибок у нас еще очень интересная информация что intel r как компилятор умеет восстанавливаться из ошибочных ситуаций то есть он выдает все возможные ошибки в два часа разберемся с точками запятой то есть он пишет что в строке номер два во втором столбце отсутствует . запятой после процедуры в исходном файле согласно спецификации мтлр вот этого оберона нам эти точки запятой общего ремонт здесь не ставится в конце строки заодно с этим можно подровнять нашел оберон молд для и максов так после буги на точку запятой не ставится и ставится конце каждого оператора но теперь видите вот осталось только в восьмой строке я у нас восьмая строка восьмая строка пишет что отсутствует . запятой . запятой здесь не должно быть должно быть end это проблема в грамматике а именно то что вообще где по спецификации ретюрн вот этот вот он может выполняться в любом месте процедуры кстати интересно что процедурами в обероне является также функции если к ним интеджер в качестве возвращаем его значение но любой другой тип поставить будем править грамматику сначала найдем вот черен просто же боль видите получается то декларация идет богин потом ретюрн может быть да попросить не знаю где стоит и end у нас ретюрн может находиться в любом месте вот и по идее да мы можем кстати это здесь оставить поможем вставить наш ретюрн экспрессион в один из вариантов стейтмента утверждения если мы вот здесь оставим да то получается что в любом случае какой-то ретюрн должен быть в конце но может быть у нас как раз наш вариант иметь место да он как раз противоречит этой структуре подать все таки молодцы мы уберем копируем и посмотрим где у нас здесь тело statement sequence и найдем его statement sequence видите что такое последовательность утверждений это стейтмент идем ищем стейтмент каким отбывает стейтменты асаймин просит джекол и в стейтмен кейс стейтмент давайте маленько приведем в порядок вот такой вариант асайминт и в стейтмент деду выставил и добавляем ретюрн ретюрн стейтмент вот потому что поставим то есть один из этих вариантов эти размер качестве примера например их стейтменты из него делаем ретюрн стейтмент с асайминт кейс ретюрн стейтмент состоит из получается я нашел спроект точка запятая то есть ретюрн экспрессион когда проверяем пускаем мэйк генерируется по грамматике синтаксический анализатор эти ошибка теперь исчезла смотрим дальше миссинг и смочит input bar expecting and begin пятнадцатая строка третий столбец пятнадцатая строка третий столбец очень интересно сейчас я разберусь тут вероятно имеет место быть как раз проблема с тем что у нас неправильно разбирается целые числа давайте сначала с ними проблемы решим потратил довольно долго много времени так что у нас есть 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас проверим, что у нас получается. MakeTest. Все равно... Сейчас будем разбираться. Переместим результат наверх. А, видите, я скомпилировал. То есть грамматика не поддерживает дополнительные переменные после определения функций. Давайте найдем это место и подправим. Вернем обратно. Потому что грамматически это правильная конструкция. Так, ищем. Значит, нам нужно что-то, что является модулем. Вот что у нас такое модуль. Сейчас мы еще тоже разобьем. Нам понадобится скоро. Именно в такой форме. Видите, это begin, end, да, точка, иов, в конце, end of file. Значит, тут импорт лист у нас импортов нету. То есть модуль, там модуль, дальше идет идентификатор, точка с запятой, импорт лист, так и declaration sequence. Вот это вот сюда даже поставить. То есть это вот, эта вот часть относится к declaration sequence. Смотрим. Где у нас тут declaration sequence? Так, это не то. Что в теле. Значит, здесь const type var procedure. Декларейшн, да. Получается. То есть сначала идут const type var, и только после этого идут функции. И после этого уже не может быть никаких declaration sequence последовательностей. Значит, нам нужно ее маленько переделать. А именно. То есть мы сделаем отдельное правило. Декларейшн. Назвем его declaration. Декларейшн. Просто declaration. Сюда это все скопирую. Так. Сделаю вот так. То есть понятно, что сначала константы определяются, да. Потом определяются типы данных. Потом переменные. Процедуры, да. Но на самом деле кто нам мешает определить после процедур переменные. Тут не хватает. То есть разрешим их в разнобой, в любой последовательности. А потом уже будем проверять. Так, что-то, что-то не хватает. Там type declaration. Встану, куда девались. Вот. Сохраняем. Теперь declaration sequence делаем по-другому. Пишем declaration. Не знаю, скобки нужны или не нужны. В общем, сколько угодно таких деклараций. Так, syntax error, missing colon. Это открывающая скобка. Это выбираем 290. Строка 290. 290. А, понял. Все-таки вот так вот сделаем. Камы. Это очень интересно, удивляет меня. Так, вот. Точка с запятой пришла. Как лексе, и для меня это было полным сюрпризом. Так, mismatch input process. Expecting and begin fonts type var или import. Вторая строка. Прослушаю. А, тут вот что-то. Действительно ошибка. Еще раз. Все. Теперь, видите, программу нашу скомпилировал. И запомним прогресс. Kit status. Добавим. Тут я нашел литературу, кстати. Можно тоже в интернете ее посмотреть. Довольно интересно написанные книжки. То, что мы изменили. Я не буду добавлять, потому что не совсем правильно. Какая-то из них свободна, по-моему, вот эта. Ее можно добавить. Но лучше добавить URL меню. Git commit. Кром. Fixit. Кромер. Следующая наша задача. Собственно, давайте будем компилятор писать. То есть, напишем вариант. Скопируем эту программу. Назовем ее red.operon. Все. И теперь пусть будет здесь функция без параметров. Возвращающая integer. Ну, пусть какие-то у него здесь даже переменные будут. Ее задача вернуть единицу. AndCalc. Это все убираем. Это тоже все убираем. Вот наша задача сейчас генерировать вот эту функцию в виде кода LLVM. Для начала надо проверить, транслируется она или нет. Мы добавляем makefile We'll read тоже test Target Target Как сказал Гарри Поттер ТЕ Kang ТЕСТ ТЕСТ ЕА 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 ЕС О ЕА ЕА КО' И red тоже у нас в фоне target, то есть не соответствует никакого файла. Интересно. Такого файла электронного. Если можно сделать ошибку, она будет сделана. Ну так, кстати, само по себе интересно, да, вот и off выдает в случае, если файла нет. Здесь match input, 2.17. Count, скорее всего здесь нажимаем. Вообще, в обероне по-моему нету там score. Ну да, давайте тоже исправим сразу. Но я не уверен, по-моему нету, если нету оперантов. Операндов. Ещё. Definition. Formal parameters. Вот тут написано, да, что обязательно должна быть скобка. QualiDent. Если, например, здесь поставим такую конструкцию, что, скажем, этих скобок может и не быть, не можем нарваться на некоторую весьма такую заметную неопределенность. Вот так вывелось. У нас ни одной альтернативы не получается. Поэтому нужно нам fp-section. Сейчас я тут подумаю. Ну вот, переписал следующим образом. То есть из formal parameters у нас в нём остаётся просто перечисление fp-section, в точку с запятой, да. То есть по крайней мере одно, по крайней мере, должно быть. А, даже может и не быть ни одного, да. То есть пустые скобки тоже допустимы. Вот. Ну и как бы оба варианта рассматриваю, когда у нас есть здесь пустые скобки и когда их нету. Вот эти formal parameters встречаются в двух местах. Первое это задание процедурного типа, так называемого, да. То есть у нас получается процедура, если есть открывающаяся скобка, то тогда эти параметры есть. Ну и потом, может быть, в конце ещё стоять тип процедуры, да. Тип возвращаемого значения. Второй вариант, если скобка не встречается открывающая, да, то тогда, может быть, здесь есть тип. То же самое, так, то же самое аналогично у нас при определении процедурой, но только от предыдущего случая ещё ident-def у нас есть. Это идентификатор. То есть некоторый идентификатор и на конце него может звёздочка стоять. Что значит звёздочка, я не знаю, честно говоря, но это потом разберёмся. Вот. И в результате у нас происходит трансляция по идее нашего, ну, по крайней мере, синтексический анализ. Следующая задача. Нам, собственно, надо начать писать компилятор. Для этого нам нужно создать файл compile. В нём будут находиться конструкции компилятора. Значит, понятно, что надо здесь include. Compiler.h у нас будет include файл и какие-то конструкции. Namespace определим, назовём его o7c компилятор. Я тут буду у себя подсматривать, естественно. Я что-то не нашёл в документации, где бы там концептуально было написано, что может библиотека VLVM. То есть все книжки, они все представляют собой. Туториум, то есть процесс написания. То же самое, что я сейчас вот делаю. Будем сейчас потихонечку писать. Значит, нам нужен compiler.h file. Создаём его. Там всякие include будут. Самое главное, значит, оформить опять из него модуль. If ndef compiler.h define и всегда пишите в конце. Эта конструкция нужна для того, чтобы это всё вставлялось в текст. То, что между ними один раз. Namespace. Странно, что он не подсказывает. Namespace o7c. Тут нам потребуется следующая конструкция. Значит, нам потребуется. Я тут сейчас комментарии напишу из LLVM. Первый это IR Builder. Вот экземпляр. Будем называть вот Builder. Как их правильно оформить, я сейчас тоже покажу. Там не всё так просто. То есть, по идее, можно сделать вот такую конструкцию, указатель. Можно сделать статический. То есть они модуль, в частности, тоже. Модуль, собственно. Так. Ну, я пока тут покажу, что на самом деле это будет. Да, то есть звёздочка. Значит, модуль Builder. Builder он строит, ну, создаёт инструкции, что ли. Ну, то есть самого низкоуровневого программы или среднего уровня программы. LLVM Context. Context. Вёдочка. С большими буквами. Context. Так. И всё это у нас будет экстерном. Финдев. Странно, что он в синтаксе сами подсвечивает. Ну, да ладно. Потом, может, перезагрузим файл. Так, что нам здесь нужно? Теперь нам нужно здесь добавить… Вообще, надо скопировать здесь уже из книжки, конечно. Я перенабью LLVM, DT, Pflot. О, тут подсказки даже есть. Клёво. Остановлю, чтобы не тратить время. Вот, собственно, одна из книжек. Она прямо на сайте. Tutorial называется. Вот мы идём в самый низ. И отсюда берём… Значит, в этом примере используется трансляция вручную. Берём пока вот это вот. Добавляем в наш компилятор. Вот. Также нам нужно оформить наши глобальные конструкции, относящиеся к компилятору. Вот в таком вот виде. Сейчас я её найду. Вот, std и unique.ptr. Потом идёт скобка открывающая. Вот это шаблон, да, какой-то. И здесь звёздочка убирается в этом месте. Вместо static мы используем extern, потому что нам их нужно определить в каком-то из модулей, и потом используем глобально в проекте. Так. Ну, насколько я понимаю эту конструкцию, можно и статический вариант использовать. То есть просто написать модул, и тому подобное. Так. Теперь всё это в makefile надо включить. А, ну там компайлер-то уже есть. Всё отлично. Сейчас пробуем. Так, нам ещё нужны, прошу прощения, это у нас ссылки же. То есть информация в том, что где-то есть вот такая глобальная переменная, да. Нам её, собственно, создать надо. Создадим её вот здесь. Ctrl-Y. Так. Нам понадобится глобальная функция. void initialize compiler. Так, здесь у нас cpp, иначе мы можем его здесь реализовать. А прототип вставить вот сюда. Началась compiler. И запустить нам его заранее. Надо пока не забыли. Запустить его в двух местах можно. Предположим, то есть первое это в main, да. Перед тем, как открыть файл. А с другой стороны, в модуле. То есть, когда мы нашли модул, идентификатор там, по идее, да. То где-то в этом месте его как раз можно инициализировать. Compiler. Нациализируем компилятор. 8c. И откуда мы его берём? Берём мы его из include файла. Но чтобы его правильно взять, нам нужно тоже документацию посмотреть сейчас. О том, как заголовочный файл вставляется в эту грамматику. Для этого нам нужно идти на сайт ntlr. include header. Сейчас я найду. Вот этот кусок. То есть, грамматика, название грамматики. Потом идёт header. и перечень. Тут java-вариант пакетов, да. А тут мы можем include и всякие вставлять. Нам нужен include. Input. Input. Нам нужен. Compiler. H. Вот так. Ну чё, посмотрим, будет он компилироваться у нас или нет. Ну, по крайней мере, сгенерировался уже хорошо. Смотрим, теперь здесь будем разбираться. Так. На вот этот unique putter он валяется в memory. Так. Compiler. Include. C++. C++. Сейчас я некоторую автоматизацию буду использовать локальную. Значит, смотрим. Compiler. Ошибка. В самом компиляторе, ну то есть в грамматике мы постараемся использовать обе конструкции. В смысле оба namespace явным образом. То есть 8C и LLV. Это будет, конечно, страшновато, но чё делать. Такое впечатление, что у нас где-то ещё один модуль есть. Будем разбираться дальше. Using. Все равно ошибки. Идем дальше. А. Похоже придётся отказаться. Здесь тоже. От namespace. Яным образом namespace указать. Пространство имён. Тоже самое нам нужно сделать с заголовочным файлом. Компилируем. Новые шипки. Как всегда. Так, это связано с тем, что используются объекты из других библиотек. то нам нужно опять наш make-файл здесь добавить. Вот этот Lipsy. Ну кое-что нужно добавить. Так, компиляция у нас присутствует здесь вот где-то. сейчас мы идём. Уплементинг. Вообще, в библиотеке LLVM там внутри есть различные уже готовые классы для создания лексического анализатора и синтексического анализатора. Вот. Но мы здесь будем использовать преимущество на stl. Тут, кстати, тоже stl используется. В одной из книжек что-то вот его. Да, вот эту штуку нужно добавить. И у нас появится несовместимость некоторых с ntlr. То есть, такая конструкция в линуксе говорит о том, что вот эти обратные кавычки, значит, запускается специальный скрипт. И специальный скрипт в его стандартный вывод добавляется в параметры вот этот Lipsy сюда вот. Липс. Значит, наложено здесь ещё Lips. лд флаг, но может быть это не понадобится. Сейчас главное установить тот факт, что у нас всё это соберётся. Запускаем makefile. И вот он пишет теперь, что у нас в библиотеке на stlr4 runtime. Некоторые проблемы. Пишет, что any в пространстве std не именует тип. В общем, здесь дело в том, что стандарт C++ 14 версии используется. поэтому мы маленько вмешаемся в makefile наш. То есть, мы возьмём вот эту вот конструкцию, посмотрим, что она выводит и адаптируем к нашему варианту. то есть, нам нужно брать вот это вот и вот это вот. Ну, потом, как окажется. Вот это всё находится в C-flux. А вот Lipsy LVM это можно оставить. поэтому давайте вот её скопируем. Это не совсем правильный способ. Ну, может быть там у nclr какие-то настройки есть. backslash позволяет переносить эти конструкции по строкам. Так вот, нам stdc не нужен, но exception тоже не нужен. И тут в конце библиотека. Ну и тест. Смотрим, скомпилируется, нет. Соберётся. Вот C++, да? Вроде программа небольшая, но он медленно очень компилируется. Вот и не шилась компайлер. Она не может найти. В функции abiron-7-parcer. Сейчас будем эту ошибку исправлять. Ну, тут понятно, тут не хватает почему-то объектного файла. Всё, не шилась компайлеру. Ну, в самом деле, всё очень просто мы его забыли. Точнее я его забыл реализовать. Ладно, сейчас мы это сделаем. Так, значит, контекст. Равно. std make unique. Так, теперь я одну напишу строку, да? LLVM. LVM. Context. Context. И здесь, собственно, что мы... Вот. Мы запустили конструктор. Так, один и скобка-то заканчивается. Здесь она и заканчивается. Следующая. Аналогичная. Здесь поставляем LLVM-module. LLVM. Модул это то, что мы генерируем. LLVM. Context. Это, скажем так, информация о процессе порождения. И вот в модуле у нас должен быть имя модуля, кстати, строка. строка. И, соответственно, нам теперь нужен модуль строка. Strings, по-моему, называется так. Имя модуля. И, соответственно, модуль этот. Конст. Strings. VideoName. Симя модуля. Так, и тот самый контекст. Звёдочка. Контекст. И последняя часть это Builder. Builder также передаётся контекст. Так, видите, у нас уже сигнатура поменялась. И получается, что мы правильно сделали, что поставили его вот сюда. К этому моменту у нас уже будет мод ID известен. Смотрите, если он распознает идентификатор, то в мод ID помещается значение. И это значение можно использовать где-нибудь. Вот в каком-нибудь блоке в виде скобок. Вот таким вот образом. То есть, мод ID точка текст. Он позволяет, то есть текст это является строкой типа стринг. То есть из-за стелы стандарт template library. Кстати, ещё одну можно конструкцию здесь добавить. Культурную. То есть нам нужно, чтобы идентификатор вот этот совпадал вот с этим идентификатором. Поэтому то мы здесь делаем. Locals. Локальные переменные. Стринг. Вот ID в начале. И вот нам нужно его сохранить. То есть доллар. мод ID. Бегин. Руно. Точка мод ID. Взял здесь. Нам нужно поставить такую конструкцию, чтобы вот этот вот мод ID. был равен. Здесь вот вот ID. Н. Ну, можно текст написать, чтобы текст впадал. Потому что по идее там могут быть какие-то структуры. указательные. Да. И здесь точка запятой не ставится. Потому что эта конструкция создает условный оператор. И вот это, кстати, нам нужно было бы перенести вот сюда вот. То есть точка. Потом за ней ее футер. Endofile. Это иначе будет непонятно. Вообще говоря, момент проверки. Так. Значит, мы тут поставили. Так. Теперь нужно нам в header файле, в компиляторе. Здесь поставить const. String. Хм. Интересно. О, заработало. Может быть, тут надо было поставить ссылку. Ну, ладно. Нам тут еще потом подправим. Так. Missing attributes. Access rule reference. Это у нас что-то в G. 321 строка. Угу. Так. Угу. Это у нас string. Это что-то более сложное. Так. Нам теперь нам нужно modd.begin как string сравнить mod id end. String является именем типа. Почему? Потому что его нужно добавить. Здесь, кстати, тоже, да. Перейдем в наш memory. String. Вспомним строки. Значит. Include string. String. Гритинг. То есть. Include вроде все правильно. Почему тут уперто? Не хочет. А. Правильно. СТД забыл. Последний раз я на C++ писал до этого момента довольно… давно. Это было в девяностых годах еще. Ммм. Угу. Вроде процесс идет. Вот. Замечательно. Видите? Все скомплинировалось. Теперь можно даже тест запустить. Make. Оба теста. Тестеры ответь. Все нормально. Сохраним. Ну вот я сохранил файлы. Так. Сделал commit. Двигаемся дальше. Значит. Следующая задача, собственно, сгенерировать функцию. Возьмем, рассмотрим пример. То, что в этой книжке в туториале у нас находится. То есть. Code Generation. Там нужно найти функцию. Сначала мы просто сгенерируем функцию. Вот просто функцию. То есть там ни return, ни чего не будет. Вот. И нам нужно ее распечатать на экране. Ее содержимое. Так. Сейчас мы ее найдем. Function call нам пока не нужно. Вот. Дается функция. Значит. Для этого нам нужно сделать функциональный тип. Вот. У нас она будет пока ничего не возвращать. Там. Нам пока не важно. Насколько. Мы там правильно все сделали. Может быть сегодня и даже еще успеем. Некоторые варианты типов рассмотреть. Может не успеем. Вот. И. Вот. Значит. Эта. Конструкция говорит о том, что мы декларируем функцию. которую можно будет при сборке линкером, сборщиком. Прикринковать. Ну, какой-то другой функции, где осуществляется вызов. То есть это некоторый глобальный идентификатор. Это имя функции. Окей. А это. Контекст модуля. Там можно, короче говоря, вот это скопировать. И вставить в грамматику. Ну, все. Процедура. Так. Это тип процедуры. Вот, собственно, сама процедура. Значит. У нас вариант вот такой, да, получается. Давайте сейчас сходу попробуем. Здесь маленько отодвину. Function get doubles. У нас параметров пока нету. Ставим здесь no. No. То есть у нас нет параметров. Возвращаемое значение. Get context. Get double ty. У нас вариант, вообще говоря, тут будет тип. Вот так. И вот этот тип надо потом как-то синтезировать. Ну, мы пока сделаем так. 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 Rept. Type. У нас, кстати, тут еще контексты LLVM же надо написать. LLVM. Выточие. Module. Get. Берем контекст. False. Чем еще не хватает. Linkage. Function type. List. Type. Get void. Get void. Ты. А потом здесь будет у нас вычислено вот в этом месте, какого она типовой конструкция тактип мтайп ты равно только звездочка ссылка этот тип мы передаем сюда параметров возвращаемое значение ну и сейчас будем пытаться все это скомпилировать вообще в книжках примерах описывается процедура трансляции сначала понятно лексический анализ идет потом синтаксический в результате синтаксического анализа порождается дерево синтаксического разбора уже она обходится и по нему уже осуществляется генерация кода а я здесь хочу сделать такой более ранний вариант то есть когда не было такого большого количества оперативной памяти и трансляцию делали в процессе плюс еще надо здесь грамматика вот это l1 она позволяет нам как раз более-менее детерминированно эту процедуру вести то есть вот мы этот код выполняем то тут уже заранее понятно что мы находимся в правильном варианте грамматики нет декларации red type документация плывем она очень большая потому что можно просто утонуть честно говоря смотрим какие у нас тут еще ошибки context was not declared in this scope да действительно давайте здесь контекст будем наш использовать аистд пусть будет using namespace очень интересно можно ли тут определить свой контекст namespace то есть ну вот потом значит этот вот аст обходился специальными визиторами но это такой класс который рекурсивно его обходит и по нему уже генерируется код function type то есть тут тоже llvm кругом тут много этого будет вроде все мы только декларацию тут создаем и нам бы кстати распечатать в результате что у нас получится содержимое модуля ошибка нет декларации name name да то есть имя имя у нас откуда берется так это у нас сгенерированный файл мы сейчас закроем не справляйте сгенерированные файлы не справляйте сгенерированные файлы так имя имя исправим не забудем так здесь у нас что было идент деф идентификатор название функции id.text не помню да строка наша модуль наш function llvm находится и namespace у нас присутствует так еще не хватает чего-то там unknown attribute reference так 63 строка а это же 295 это не тот id оказался не из того варианта трансляции но благодаря тому что вот у нас такая специальная грамматика мы можем трансляцию сделать за один проход вот по моему все плюс плюс конечно тоже вариант такой трансляции есть и задержит элементы с именем get сейчас с этим поразбираюсь то есть нам нужно в модуль на взять контекст насколько я помню сейчас выберемся просто сам модуль нужно подставлять точнее на него ссылку точнее на него ссылку точнее на него ссылку опять не то исправляет то есть мы создаем функцию внутри модуля вот что это значит так ну вот она скомпилировалась можно тоже кстати закомметить еще забыл оказывается наш пример оперон где наш тест make тест он транслирует сейчас про компилятор еще речь не идет и тут кстати заметьте мы же можем проверить есть ли у нас возвращаемый тип или нет в случае если его нет то тогда void поставим да ну давайте эту конструкцию здесь сразу в объем то есть она так реально потом будет действовать да для этого нам нужно local его кстати вот можно его и объявить здесь в наглую да то есть вот у нас тип red t y здесь кстати тоже можно его написать так и вот в случае если он будет нул да то есть вот эта часть не будет транслироваться ну и соответственно вот эта тоже часть то мы его тогда делаем пустым да получается доллар опять ты и это в случае если будет тип возвращаемого значения иначе мы его используем как есть так ну и что то ну поди целое число здесь поставим общается red t ровно и bet bet дайп там про мне какие-то параметры есть сейчас посмотрим ну вот integer type и у него параметры num bits но сами конструкторы было в нем они напрямую не используются используются вот эти get чего-то там то есть get integer type и вот эти все параметры видать там происходит какая-то фиксация get integer type контекст ну 64 бита да получается 64 битовое целое число и тут поставим в виду not implemented так готово проверяем будет импеллироваться нет ну пишет нет такого get integer type поищем вот в пространстве имен type есть get скажем 16 ты да вот это его надо взять все четыре ты так что такого не хватает get int и запустим компиляцию так и нам надо смотреть каким образом мы печатаем результат ошибка ты его знал деклара тензис контекст ты и ну да голарлет ты и редти печать печать например у нас есть книжки видеть print the model print есть вот в конце то есть когда мы в принципе все завершили трансляцию тогда когда его встретился логично ну или . тогда модюлллвм у них свои потоки какие-то то есть хотелось бы cr ну и тут то было еще можно попытаться его разрушить вот raise from parent да но здесь они печатали функцию ну я тут поразбирался то есть то есть raise from parent не знаю может она не будет работать может и будет работать то есть то есть то есть идея в чем то есть если мы пишем компилятор который на вход получает несколько файлов да то имеет может быть имеет смысл даже очищать память от всех структур без перезапуска что еще увеличивает скорость компиляции вот print модуль не работает надо документацию смотреть большее количество параметров по факту ну присутствует ну давайте вот уже добавим он вообще откуда берется ну патер ключевое слово все одиннадцать предположим он в стандартном пространстве имен находится так ну вон даже скомпилировал посмотрим что там тесты дадут а тесты дадут нам ошибку сегментирования причем ошибка сегментирования дается на тесте с числами фибоначчи что вполне приемлемо другое дело что ничего не печатается вот это очень интересно сейчас попробуем функцию распечатать так вот тут есть тоже одна проблема интересная состоит в том что мы функцию то создали добавили в модуль дальше мы теряем ее ну давайте вернем это то есть это процедуры Procedure Hearing Returns что у нас возвращается LLVM Function LVM Function звездочка F F пускай называется так нам естественно нужно перенелывать здесь этот вот F указатель вот мы его значит вернули вот здесь мы типа тело ее смотрим и вот здесь можно по идее распечатать внутренность скомпилированную да попробуем попробуем так просят же heading head у нас теперь есть head на долларом спереди точка F это то что ли да у нас было print LLVM Erics то есть у меня такие подозрения что модуль не печатает потому что у нас эти функции никак не связаны стд cout function code std handle 302 и now attribute for process hitting а ну func да пока писал забыл так стоит так и она там тоже func так любителям func посвящается вот мы скомпилировались и опять ничего да так теперь значит мы функцию создали и нам теперь нужно сгенерировать первый базовый блок базовыми блоками мы займемся в следующей лекции уже когда будем какие-нибудь интересные операторы уже генерировать в следующих лекций а сейчас нам нужно просто создать один базовый блок мы тоже можем воспользоваться примером базовый блок создается как отдельная структура и потом буквы называть базовый блок вот эта конструкция basic блок hello.vm да hello.vm создаем здесь bb маленькими буквами сделаем basic блок create здесь у нас context обычно первый базовый блок в который входит функция он называется entry теперь наш билдер должен понять что вставлять надо именно в этот базовый блок информацию у нас тест выполнился да с ошибкой сегментирования какой интерес из этих принтов сработал сейчас мы здесь закомментируем function code есть да make read ну да то есть у нас модуль тоже пытается что-то распечатать но не может так ну базовый блок он должен быть обязательно заканчиваться либо переходом куда-либо да jump условным или безусловным либо выходом из процедуры нам собственно этот выход нужно сделать так сейчас мы пойдем будем мучить read return statement ну вот return statement в нем есть expression давайте будем смотреть нас expression single expression я хочу дойти до интеджеров терм терм фактор фактор это то есть терм это элемент в выражение типа сумма по-английски фактор это что-то связанное с произведением ну вот фактор есть number причем number тоже разные бывает integer или real в случае давайте вернем константу добавим сатирилл может с этим тоже сразу сделать с проблем не знаю дойдем мы сейчас до red или нет но скорее всего дойдем то что мы присваиваем доллар в присваиваем lbm constant то есть целое число get загадочный все-таки у них здесь конструкция короче вот get взяли модул контекст контекст константа что у нас будет кстати вопрос какой 64 бита или не 64 бита кстати тоже определяется типом данных по умолчанию в некоторых языках программирования например в в в в в это у нас integer type да кстати константное значение где собственно само константное значение определяется пропустил just a moment lbm integer type get вот собственно это конец get 64 да вот здесь нам нужен текст уже транслируем и вот этот текст и вот этот по идее хотелось бы вообще говоря знать 16-ричный вариант тоже рассматривать ну пока пускай будет так вот мы взяли эту константу для integer сейчас то же самое сделаю для числа с плавающей в запятой попробую скомпилировать нет ли у меня ошибок тут похоже даже проще можно было сделать в этом примере и контекст ну тут интегра ставим чисто лень исправлять так constant flow теперь нужно с ним разобраться в этом примере в этом примере используется вот context float val ap float то есть это преобразование да скорее всего ну давайте примером воспользуемся то есть вот он наш get constant fp get float и так и там даже без float без типа придет ну давай выбираем тип вместо val мы подставляем получается f f text так ну надеюсь что все в порядке а это нам надо и теперь нам вот это значение это v да давайте его балл переименуем нужно поднять наверх ну когда мы скомпилируем так ap float не найден нам нужно соответственно сюда добавить из вот отсюда вот include может все кстати что-нибудь в принципе можно все добавить но рано или поздно нам все понадобится а потом а вот так вот компилируем снова тут я вау переименовал в returner тут я вау переименовал в returner так ладно поднимаем наверх integer где там у нас встречается вот integer integer да а это label тут кстати тоже маленький интересный нюанс хотя метка видите но метка вычислимая это конечно прикольно ну ладно нет она не вычислимая правильно ладно смотри где у нас еще integer есть а нам нужно поднимать там номер number number вот factor returns чем такие конструкции строим звездочка вал равно нул это нужно на то что вот эти обработать варианты вот и тут получается целое число и здесь мы получается прям строчку напишем что вал равно и доллар и точка вал все в остальных случаях он был будет выдавать теперь смотрим factor поднимаемся где у нас factor используется term да фактор ну тут значит два варианта да получается первый вариант мы просто напрямую возвращая опять же returns вы убили кстати скопировать как я буду не поднимать сейчас пока при основном запись тут еще напеременную создавали в 2 для этой части вот теперь после того как мы все это транслировали кстати тут еще много повторений да присутствует ну ладно то есть мы тут скорее всего будем переписывать ну получается что вал здесь получается равно f ну тут напишем процесс operator сам на самом деле тоже не сложно но мы пока не будем где заморачиваться так ну теперь по аналогии да вот это бывает временная переменная мы сюда можем в принципе накапливать суммы всякие рекурсивные 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 идем в терм даже скопируем даже скопируем вот здесь видите то же самое ну я по новому не буду делать исправим тут ошибку вал 2 потому что f2 там у нас здесь уже действовало вот собственно я дошел до expression пробуем комплировать ap float да ap float у нас поддерживает только вот их получается double в качестве строки мы тут ничего не можем использовать похоже хотя string ref сейчас я разбираюсь с примером ну вот он double да появился вал который использовался в примере надо теперь понять откуда он берется а он в параметрах получается ладно копировать counter left посмотрим где у нас генерируется паприк паприк ну вау вот нашел я конструкцию ну вообще по идее в лвм есть возможность ну вау передавать в качестве параметра ну здесь видеть тексты мы просто говорим что это десятичное десятичное число да поэтому здесь нужно писать теперь ну вау и преобразовать его таким образом только ну знаете что такое ну стр а ну это наверно как раз наша строка f . текст доллар там забыл еще систринг если правильно компилируем ну вот компилировалась я тут забыл еще параметр контекст так ну сейчас ничего не будет происходить потому что мы с этим значением ничего не делаем вот поэтому нам нужно его вернуть теперь для этого мы будем генерировать return statement вот тот самый базовый блок где у нас turn statement вот expression видите у нас теперь есть е туда попадает вот этот наша конструкция которую мы только что долго и муторно программировали так turn statement у нас ничего не возвращает билдер create red то есть это создает оператор return и собственно вот это значение е . волна компилируем и готово теперь нам нужно попробовать запустить что получается шик к сегменте там скорее всего надо что-то с оператором сделать функции параметры функции я наш функция погуглим вот какие у нас функции варианты есть так но там то на самом деле нам нужен function time да то есть function текст что-то я промахнулся да сейчас поищем другое может быть там банально просто нужно void type подставить в качестве нулевого аргумента это ray парамс может быть просто пустой массив да подставим отлично а это один элемент function type и swar arc да то есть нам нужно здесь поставить пустой тип пока std ray так какого типа они должны быть типа ray получается вот у нас есть типа пустой массив arcs мы его в параметры сейчас закинем смотрим чё скомпилирует нет куча ошибок сейчас будем разбираться стандартно опять не заметил тут же функция lvm ray ref надо его тоже будет добавить сюда компилируем а скомпилировал пробуем запустить вот но даже без ошибок собственно что мы хотели сегодня сделать что у нас получается вот модуль fibonacci имя fibonacci source файла да это правда оберона не хватает но я думаю что тоже как-то настраивается определяется функция calc возвращающая и 64 несмотря на то что она вроде как у нас без а ну да это же целое число возвращали правильно вот мы возвращаем число 1 то есть например если мы сейчас программу поменяем где она у нас тут напишем тут например 42 и комментарий даже напишем fit answer запустим видите у нас уже 42 получается система работает по идее конечно хочется еще вот эту часть сделать вот отдельно но вы можете взять это себе как домашнее задание по поводу дальнейшего развития проекта да значит я буду его постепенно конечно доделывать потому что я веду лекции в Иргупск и раз в две недели так что через две недели встретимся может быть и раньше нам нужно будет заниматься решением задачи отслеживания переменных типов данных это все называется реализация символьных таблиц на сегодня наверное все спасибо за внимание до новых встреч отчет